Снабдить рынок молоком собственного производства на 100%. Такую задачу Министерство сельского хозяйства поставило региональным аграрием. Фермеры Ненецкого округа обеспечивают окружной рынок только на треть. Специалисты Управления АПК и торговли подсчитали, для полного покрытия рынка поголовье необходимо увеличить минимум в три раза. На сегодня среднегодовое поголовье составляет полторы тысячи. Что еще поможет увеличить производство важного продукта, решали на первом отраслевом совещании. В 2014 году местные фермеры произвели около 3,5 тысяч тонн молока. Этого количества хватило для полного обеспечения детских и социальных учреждений. Однако население дефицит местного продукта все же испытало. После 16 часов молока на прилавках магазинов, как правило, не бывает. Сегодня аграриям округа поставлена четкая задача – снабдить рынок молоком собственного производства на 100%. Мы должны забрать 100% рынка, мы должны создать условия для труда людям и должны, значит, обеспечить нормальную зарплату. А людей надо обеспечить молоком. Вот что мы должны сделать. Исходя из этого, мы, собственно говоря, точно так же мы должны сделать с вами по линиеводству, точно так же мы должны с вами сделать по любому отрасли. Первое отраслевое совещание молочников посвятили именно этой теме. Все семь хозяйств, СПК, муниципальные казённые фермы, монетарные предприятия собрались за одним столом. У каждого своё видение роста. Ненецкая агропромышленная компания планирует увеличить поголовье. На факеле за счёт строительства дополнительного корпуса, в Оксино за счёт реконструкции помещений. Эти меры повысят годовой удой на три тонны. Мы планируем собственных средств вложить в Оксино в пределах 10-12 миллионов. Сейчас объявлен конкурс, чтобы мы в Оксино в первую очередь, для того, чтобы там увеличить поголовье до 80 голов дойного, 80-90, мы должны создать условия для тех людей, которые там работают. Однако своими силами предприятию не справится. Казённым фермам, в ОМИ, Пёше и Великовисочном тем более. Инвестиционные субсидии администрация давать не отказывается. Только механизм предоставления средств ещё не разработан. Над этим предстоит поработать управлению АПК и управлению финансов. Сегодня казённые предприятия – самые уязвимые в финансовом плане. Чтобы получать больше доходов, нам надо увеличить поголовье, но у нас нет помещений, нет условий. Чтобы получать больше денег. Казённые предприятия – это очень труд. Увеличению удоев поможет и обновлённая система кормления и содержания животных. Также на фермах необходимо проводить грамотную селекционно-племенную работу. Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Олег Белак предложил развивать научное направление сельского хозяйства на базе опытной сельхозстанции. В совокупности эти меры дадут положительный эффект и наполнят окружной рынок местной продукцией. Валентина Чебичик, Лениц Шишелов, Телеканал «Север».